В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Мамам и льготникам, сиротам Владимир Путин анонсировал новые антикризисные меры поддержки. Во власти огня. За несколько часов в Омской области произошло сразу два крупных пожара. Цифры в квитанциях. Прокуратура проверит обоснованность повышения платы за отопление. 250 миллионов сверху. А Мичам компенсируют затраты на дегазификацию своего участка. В России начал действовать новый пакет антикризисных мер. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Так меняется процедура индексации страховых пенсий. В течение этого года правительство сможет проводить ее повторно. Помимо этого, документам установлены новые особенности расчетом род и прожиточного минимума. Упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий. Правительство теперь сможет оперативно корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности в стране. Наложен запрет на вывоз некоторых российских препаратов. Также, согласно документу, федеральные власти смогут отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации. От некоторых положений законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности. Также изменены правила приема в ВУЗ студентов, которые вынужденно прервали обучение за границей. Особый ряд мер направлен на поддержку бизнеса. До конца года отменены все проверки малых и средних предприятий и IT-компаний. Помимо этого, для организации предусмотрены упрощенные условия и порядок государственных закупок. Особый подарок подготовили для мам. В честь Международного женского дня Владимир Путин утвердил новую социальную выплату на детей от 8 до 16 лет. Считаю, что мы должны принять новое решение. Установить выплаты на детей от 8 до 16 лет, включительно, подчеркнуть, для всех семей с невысокими доходами. Поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля. А первые выплаты семьи получат в мае. Амичи готовы отказаться от продукции компании, покинувших российский рынок и приостановивших свою деятельность в стране. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на результаты исследования сервиса «Суперджоб». По данным аналитиков, 47% жителей региона готовы игнорировать фирмы, поставившие бизнес России на паузу. При этом каждый пятый готов полностью заменить зарубежные бренды на отечественные. Амичи считают, что сейчас настало время поддержать своих производителей. А китайские аналоги при необходимости заполнят опустевшие ниши на рынке. Некоторые достаточно радикально заявили, что больше не станут поддерживать рублем сбежавшие компании, даже если те изъявят желание вернуться к местным потребителям. Еще 26% опрошенных сказали, что в перспективе продолжат покупать продукцию временно покинувших Омск брендов, если не найдут им достойную замену. Речь в основном про автомобили и электронику. Почти треть участников опроса примет бизнес возвращенцев, несмотря ни на что, и продолжит покупать их продукцию. Отметим, что по данным аналитиков, среди таких людей большинство мужчины и женщины младше 34 лет. Их более взрослые земляки не столь благосклонны к предпринимателям. Вывозить из России иностранные медицинские изделия запрещено. Пока временно. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь о тех лекарствах, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям против России. Также запрет касается грузов, которые сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Такое решение позволит избежать дефицита медицинских препаратов на территории страны, отмечается в документе. С этой же целью упрощена процедура закупок оборудования, расходных материалов и технических средств реабилитации для инвалидов. Теперь больницы смогут закупать медицинские изделия через электронный запрос котировок, что значительно сократит сроки приобретения. 60 человек, 13 единиц техники, 12 звеньев газодымозащитной службы. Столько сил бросили омские огнеборцы на тушение ангара на Барабинской. В ночь на 7 марта директор детейлинг-центра заметил на видеокамерах пламя в одном из зданий цеха. Вызвал пожарных. К моменту прибытия первого подразделения металлический ангар уже вовсю полыхал. А соседний производственный корпус был под угрозой возгорания. По данным МЧС, для ликвидации открытого горения пожарным потребовалось около двух часов. А полностью потушить пожар удалось в течение шести. В результате пожара повреждены и разобраны сгораемые конструкции металлического ангара на площади 450 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось спасти производственный корпус с оборудованием и пять автомобилей КАМАЗ. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Праздники с огоньком выдались и в Омском районе. В селе Чернолучье сгорел гостевой дом. Сообщение о пожаре поступило на поле диспетчера 8 марта в полдень. Двухэтажный дом сгорел практически дотла. Огонь охватил 500 квадратных метров. Пожарным пришлось разобрать строение. Два соседних жилых дома и домашние имущества спасены от огня. Справиться с огнем удалось за полтора часа. Предварительная причина пожара, по данным МЧС, нарушение правил монтажа электрооборудования. Больше на 11%. Выплаты семьям с детьми, которые находятся под опекой, проиндексировали сразу на 11%. Такого результата удалось достичь лишь после вмешательства прокуратуры Омской области. Так как подобные пособия не повышались уже 4 года, с 2018-го в ведомстве приняли решение повлиять на ситуацию. Вынесли представление Министерства образования региона. Как итог, после рассмотрения документа, ежемесячные пособия опекунам, приемным семьям на содержание подопечного ребенка, увеличили сразу на период с 2022 по 2024 годы. Как отмечают в ведомстве, вопрос о дальнейшем повышении выплат остается на рассмотрении. И работа в этом направлении будет продолжена. Перерасчетом платы за отопление после жалоб омичей заинтересовались в прокуратуре. В ведомстве сообщают, что сотрудники проводят проверку, чтобы установить, насколько законны такие действия со стороны ресурсоснабжающей организации. Напомним, в конце февраля омичи увидели в своих квитанциях за тепло повышенный тариф. Причем разница с обычными платежами, по сообщениям горожан, варьировалась от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. И непременно в сторону увеличения. Омичи стали жаловаться в госжилинспекцию. Тем временем в Омск РТС инцидент объяснили тем, что перерасчет платы за отопление – стандартная процедура в конце года. А сильно выросшие суммы в квитанциях – следствие аномально холодной зимы и гораздо более высокого потребления тепловой энергии. В компании также сообщили, что готовы пойти навстречу абонентам и предложили провести платеж в рассрочку. Воспользоваться такой акцией от ресурсников можно, обратившись в офис тепловой компании или через электронную почту. Тем временем в прокуратуре проводят проверку, изучают данные госжилинспекции. Если по результатам действия ресурсников будут признаны незаконными, то будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. 250 миллионов рублей на компенсацию. Министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов рассказал об исполнении федеральной программы по дегазификации. Напомним, она реализуется по поручению Владимира Путина. Заключается в подведении газа до границ земельного участка нуждающихся мечей. Для большей доступности и максимального охвата населения на региональном уровне решили ввести меры соцподдержки. Владимир Куприянов напомнил, для льготников существует единовременная компенсация. Ей можно воспользоваться, чтобы возместить затраты на покупку и установку газового оборудования. В числе тех, кто может рассчитывать на компенсацию, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и их вдовы, блокадники, толовики и сироты войны, ветераны труда, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, а также работники государственных и муниципальных учреждений и работники сельского хозяйства. Компенсацию в размере 90 тысяч рублей получат амичи, у которых доход на одного члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов или около 17 тысяч рублей. При доходе на человека в 23 тысячи гражданам возместят 70 тысяч рублей, а если в среднем на семьянина приходится чуть свыше 28 тысяч доходов в месяц, то компенсировать удастся 50 тысяч рублей. Меру поддержки, по данным Минтруда, получат более 4 тысяч жителей региона. На эти цели из областного бюджета выделено 250 миллионов рублей. Чтобы подать заявку на компенсационную выплату, необходимо обратиться в МФЦ, при себе иметь паспорт, бумаги, подтверждающие право собственности на жилье, справки о доходах за последние 12 месяцев и документ, подтверждающий льготную категорию. А мечей ждет аномальный мартовский мороз. Об этом сообщают специалисты Убертышского УГМС. По данным ведомства, с 9 по 12 марта температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Местами по области столбик термометра опустится до отметки в минус 34. Как сообщают в мэрии, дорожные службы уже приступили к обработке магистралей. Только за прошедшие праздничные дни работники окружных дорожно-эксплуатационных участков высыпали более 900 тонн песка и соли. Сотрудники обрабатывают противогололедной смесью пешеходные зоны и тротуары, а также вручную очищают подходы к остановкам и переходам. Однако это не все последствия заморозков. Понижение температуры может привести к увеличению числа пожаров и случаев обморожения у людей. Поэтому в МЧС России по Омской области просят жителей как можно меньше находиться на улице, аккуратнее использовать бытовые приборы, а также при прогреве автомобиля не использовать самодельные устройства.